У товарищества собственников недвижимости Абрамцевские дачи теперь есть полноценная подъездная дорога. Раньше она была на другой стороне поселка, но в 2020 году дорогу закрыли из-за того, что она оказалась на частной территории. История земельного спора за эту землю, она не то чтобы давнишняя, она как раз в этот период первой волны ковида и шла. Вот у нас шел суд, но собственник, который ее успел выкупить быстрее нас, ее перекрыл и вот волну ковида, собственно, и закрыл. Чтобы построить новую дорогу, жители поселка обратились за помощью в администрацию городского округа. Людям нужна была юридическая помощь, чтобы вновь не попасть в просаг. Михаил Юрьевич практически сразу включился и с тех пор мы проектировали, строили дорогу. Дорогу, деньги на дорогу собирал поселок и строили мы ее, в общем, из своих денег. Администрация нас очень выручила и очень помогала на всем протяжении правильного оформления. Оформили разрешение на размещение дороги, оформили сервитут, выдавались порубочные билеты, выдавались ордер на земляные работы. То есть весь тот комплекс документов, который необходим для строительства дороги. Тут важно ответить, что саму дорогу строили силами самого товарищества. И, собственно говоря, как мы сегодня видим, получилось все очень даже замечательно. Люди довольны. По мнению главы округа Михаила Токарева, это удачный пример взаимодействия администрации и товарищества собственников недвижимости. В округе на сегодня существует более 600 дачных и садоводческих товариществ. Своё хозяйство они ведут самостоятельно, но часто им требуется квалифицированная помощь. Получить её можно в том числе и на ежегодной конференции садоводов. Она пройдёт 23 апреля в ДК Гагарина. На конференцию, кроме сотрудников администрации, обычно приглашают представители областного правительства, БТИ, Росреестра, Союза дачников в Подмосковье и председателя СНТ. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok